Машки, так и замерли все до света. Я Тарасова Полина, мне 10 лет. Я учусь в Сущевской средней школе Костромского района Костромской области. Дмитрий Кедрин, зодчин. Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам. И велел благодетель, гласит летописца сказание, в память оной победы, да выстроит каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных Владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет с ледяной оконцем, был дух вельми спертый. Из ростовая печка, божница, угар и жара. И в пасконных рубахах, пред Иоанном четвертым, крепко за руки взявшись, стояли сиим мастерам. Смертных, можете ли церкви сложить иноземных пригожих, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю? И, встряхнув волосами, ответили зодчие, можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу, наверное, недели, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, Государевы зодчие фартуки наспех надели, на могучих плечах кирпичи понесли на лесах. Мастера выплетали узоры из каменных кружек, выводили столбы, и работой своей у горды. Купол золотом жгли, кровли крыльей лазурью снаружи, И свинцовые рамы вставляли чешуйки-слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола. И дивились ученые люди, за ней эта церковь, красши вилл итальянских и пагод индийских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалеван, В алтаре и при входах, и в царском притворе самом. Живописный артелью монаха Андрея Рублева Изукрашен зелом, византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь лежала, Тарова докручала купцам. Покажи, чем живешь! Ночью подлый народ до креста пробивался в кружалах, А утрами источного пил, становясь на прорежь. Тать, засеченный плетью, у плахи лежал бездыханно, Прямо в небо уставя от чесок седой бороды. И в московской неволе таились татарские ханы, Посланцы золотой, переметчики черной орды. И над всем этим срам та церковь была, как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, Непотребная девка стояла у лобного места, И дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом, с шапки монашей Обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувшись взором его узорчатой башни, Лепота! Молвил царь. И ответили все, лепота! И спросил благодетель, А можете сделать пригожий, Благолепнее этого храма, Другое говорю. И, встряхнув волосами, Ответили зодчие, Можем, прикажи государь. И ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, Чтоб земле его церковь стояла одна такова, Чтобы в суздальских землях и землях рязанских и прочих Не поставили лучшего храма, чем храм покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, Дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, И всекли ботагами болезных, И кидали их темных, Настылая лоной земли. И в обжорном ряду, Там, где заваль кабацкая пела, Где севухой разила, Где было от пару темно, Где кричали дельки, Государева слова и дела, Мастера Христа ради Просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, Что словно приснилась, И звонила она, Будто их отпевала на взрыд, И запретную песню Про страшную царскую милость Пели в тайных местах По широкой уси гусляры.